Все важные ссылочки на случай полной изданницы в описании, проходим и подписываемся, а особенно про бусты не забываем, а если лагает, переходим в телегу. Всем хеллоу, с вами Санчоус, и общественно полезная ядерная программа шрицкого Ирана. Давно пора было, тем более если вглядеться, это довольно-таки экономически выгодно. Аллах бесплатно за халяльность только так ядерный реактор и выдает. По сравнению с этим, ветка типа экономического развития хуйня полная. Куча трат денег, и по итогу получаю, ну, примерно нихера плюс одна фабрика. Ну, иногда еще, да, еще ядерные реакторы. Их никогда не бывает мало. Правда, мне кажется, Курдистан это вообще последнее место, где их стоит делать. Я тут еще на остальные фокусы глянул своими так называемыми зыркалами, и пиздец. Танки минус 10 стоимости производства, потом еще минус 5, и еще минус 5. Даже хуй блогер может посчитать, что это по итогу минус 25% производству танчиков. Еще минус 10% для производства эрталетиков, причем ударных, вау. Правда, для меня все равно слишком дорого будет. И это не говоря о ветке про ПВО, которая не про ПВО, и сумасшедшая хорошая. Плюс 20% строительства ядерных реакторов, не считая бесплатных. Военная продукция, университеты, и даже копеечки вложить не надо, даже центика. С фактами надо было этим заниматься. Но все-таки сначала ядерная программа, потому что времени терпит страдания не ждет. Израиль придет и нас уйдет, если будем тупить. Но вообще тут реально такая ситуация. Вот стоит только чуть-чуть безобидным иранцам построить малюсенький комплекс по созданию оружейного урана, и сразу же прилетают еврейские самолеты и все ломают, гады. Никакого уважения к труду, блин. Бога ради, какое-то варварство. Да за шо? Вот поэтому там, кстати, стоило бы вопросом ПВО озаботиться. И побольше. Вообще обидно. У всех клевых челиков уже давно ядерные бомбы есть. И никакой Израиль им не мешает. У Хима есть, у Влэда есть, да даже у Пакистана есть. Не говоря уж о каких-нибудь китайцах. Тот же Саддам очень хотел, но по итогу вообще все полимеры просрал. Блин, наши выборы так и не победили. Ты идите нахуй. И вот да, что с ним без бимбочек приключилось? Несколько сотен ядерных боеголовок в хозяйстве суверенном точно не помешают. Секундочку, а как это я вышел на оружейный рынок Эстонии? А, левая партия. Я подумал, уже там шииты успели засесть. Да, радикальный шиизм и социализм тут, в принципе, в одной сфере сосуществуют. Кстати, если запариться, можно так-то это, правильными силами Эстонию подчинить. Но это не сейчас, еще кучу политки придется всрать на влияние на саудитов. Правда, что-то подзаеб... уже оно, но все-таки надо. Ай, ладно, все-таки отвлечемся от ядерной программы. Эти бафы на танки слишком сочные. Как бургер со свиной котлетой и дополнительным беконом. Ооо, дурачки. Походу к саудитам вторгимся быстрее, чем я думал. Я их своими подсосами окружаю, они от меня оружие принимают. Не, ну это гениально. Надо будет не забыть его перед отправкой и свином навозе извалять. Вообще, они даже сами по себе мощь. Ну, посмотрите на это, нахуй. Да и заводов у них больше, чем у меня, значительно, как и бабла. Жируют, суки. Ну ничего, сейчас мы им устроим жиропластику. Что-то как будто зачислили они с этими вашими выборами. И опять не будет денежат. Это неприятно. У меня минус ППшка. Перманентно мне никак на выборы не повлиять. Спасибочки. Вот эти вот всего лишь 3% дерьма реформистского все портят. Это, конечно, может, не так уж и важно. Опа, кстати, надо не забыть ядерные материалы прикупить. Как-то дешево. Как я понял, все-таки у президента, в принципе, одинаковое говно. Но так как времена меняются, мне уже жесткие типы скорее нужны. А будут условно мягенькие, но богатые. Но мне уже не надо, деньги есть. Надо чем х**ярить. Э, Димон, ты куда поскакал? Еще 5 лет надо ждать. Стоп, что? Это как это так? Это свободный Донбасс националистический? Проукраинский, но с самым большим влиянием России. Реально аномальный какой-то регион. Хм, неспокойный. Не, ну я понял, что это типа Украина решила федерализироваться до состояния конфедерации, если не развала. Но как будто бы даже в условиях политического кризиса это решение вот немножечко чуть-чуть радикальненькое. Да и теперь получается, Донбасс не встанет. Он уже встал, но не туда. Первый обогатительный завод сюда. Даже народ из-за него себя начал понадежнее чувствовать. Никакой капитуляции. Они умрут, а мы в рай. Сразу после ядерного джихада. Мало того, от этого еще и энергосистема улучшается. Да, все-таки атомка это не только бим-бим-бим-бум-бум. И как вовремя у меня нужное влияние на саудитов набралось. Можно их хуячить. Да даже нужно. Да, блядь, там надо 40. Аааа. Ладно, еще месяцок. В принципе, не страшно. Потерпим. Ааа. Да твою мать, шакалы, миджилистские, сука. Вот только я забыл про это говно. О, у меня три долбайба, три долбайба, меня поддерживают. Не, конечно, результат-то везде один, но... Ха, это неплохо, кстати. Я и хотел чисто на плюсморалочах сам ядерку сделать своими силами исключительно. Скажем так, местных производителей развивать, а не корейских. Ну, в принципе, у всех четырех путей получения ядерки результат один. Но мне придется еще больше терпеть и договариваться с международным сообществом, потому что, сука, не хватает лояльных мест биджилистям, блядь. Зато у меня отношения будут хорошие с Израилем и Соединенными Штатами Америки. Всегда мечтал. Ебалый я рот этого ебучего парламента, блядь. Топ-миллиард по адекватности, топ-1 по бесполезности, по вредности даже. Механика говна. Да даже по бескомпромиссному варианту не могу пойти. Я буду терпилой с ядерным оружием. И это уже не так круто, как просто быть с ядерным оружием. Даже запасного нетерпильного варианта не будет из-за... МИДЖИРИСА! Все, я расстроился. Лучше пойду саудитов ебну. В бой! Ой, как саудиты забегали. Наши, в общем-то, тоже. По факту я и так уже сильнее. А учитывая, что у них сейчас восстание будет. Ну, в общем-то, наверное, все будет не так уж и сложно. Хотя их жирные бригады таки могут мне еще проблем создать. Сильно прям трястись не стоит, но чуть-чуть можно. Каляльным, хусицко-хазбекалинским мясом их задавим. ХУБА! Ой. Я надеялся к нашему восстанию саудитовские дивизии присоединятся, а не бомжи-пехоты. Как бы они слишком быстро его не подавили со своей ордой БТРчиков. Я даже побаиваюсь лояльных гномиков в войну призывать. Как бы они тут свое снаряжение и манкуверы не оставили. А ведь еще много где воевать придется. А вот теперь аккуратно и без лишних телодвижений. Тихо, тихо, тихо. О, а фронта с хуситами слабенький. Ох ты, блин. Опять помощничек. Ну, давай. Вот тут уже реально помощь может понадобиться. Первые котелочки пошли. И как раз-таки на те самые дивизии, которые меня на стримах за Саддамыча кошмарили. Эти лайт-бригады вообще нихуя не лайт. Угу. Российские танковые дивизии решили прикрыть границу с Ираком. Нахуя? Зачем? Непонятно, блядь. На основном фронте точно бы понадобились. Сука, давят мразоты. А чё это у хазбекалы так решимость-то пропала? Алё. Чё, засали что ли? Ну, ребят, вы прям обижаете. Блядь. Путин, походу, прислушался к моим словам и отправил добровольцев к хуситам. Броди на век. Точнее, железный Димон. Ну да, чё-то при нём Россия начала значительно резче себя вести. Ну и молодцы, хуй, блядь. И даже в плюс по экономике наконец-то вышли. Ну, Димон пришёл, порядок навёл. Минус кувей. Слава богу, с ним быстро получилось. Они крепкие ребята. И сейчас будет ещё Аман. В общем-то, хорошо идём. Беспроблемно. Кателецкий за Кателецким нарабатываются. Это уже много получается по местным меркам. 40 тысяч потерь, это пиздец масштабно. Для армии в 200 тысяч. А вот иконочку доктрины политической лояльности, наверное, стоило бы всё-таки поменять. Недоеденных гномов доели, теперь идём на ряд. Блин, какой же у них жир, еле-еле пробиваемся. Но всё-таки пробиваемся. Ой, шо бы мне такими дивизиями проводить? Вообще бы париться не пришлось. Ну всё, они даже не стараются. Да и как будто бы их сильные бронедивизии, в которой хорошей техники больше, чем у меня, будет когда-нибудь вообще. Уже, слава Аллаху, перемолото. Вот реально буржуи с жиру бесятся, а точнее с нефти. Но ничего, ща там к власти придёт истинно народный режим. Правда, в смысле иранского народа. Опа, ну это всё, это габела. Я даже сам не заметил, как их отлил практически всю саудовскую армию. Ааа, приятненько. Блять, они ещё бригадами успели насрать. Хотя понятно, с таким запасом баксов и заводов у них снаряжение на складах моё почтение. И что отдельно приятно, сейчас всё равно кучу добра мне в наследство перейдёт. Ох, приятно. Да, шкварится, как бекон на сковородке. О, что действительно можно назвать бурей в пустыне. Я чё-то вообще подзабыл, что после капитуляции Азербайджана ещё фокусы есть. И тут такой прикол, короче. Можно запросить российских добровольцев региона. И это буквально российские дивизии. Для борьбы с партизанами Азербайджана по итогу и просто за ислам. Ну или 10 тысяч винтовок. Ну это скучно и купить можно, в принципе, не задорого. Ох уж эти миротворцы. Надеюсь, как-то иконки ещё и на танчиках. Победа! Аравийский полуостров за три месяца. Хвала Аллаху, теперь я процентов 50 мировой торговли нефти контролирую. Не, ну напряжёжа в этом действии определённо имелась. А что следующее-то? Ай! На Иорданию фокусов нет. А может Турцию? А она-то в НАТО. А может тогда сразу на Израиль? Ну это хочется по красоте напоследок оставить. Давайте-ка для начала подумаем, ядерную бомбу сделаем, а потом уже и пойдём. Я тут ещё, это, шпионскую ветку потихонечку вкачиваю. Да, по сути, у нас три ветки влияния. Основная политическая, ось сопротивления и шпионская. Ведь я, пхдец. Ну натуральные РЛ-глобал-планировщики. И тут, ммм, ну ладно, всё-таки потихоньку будем готовиться именно к Израилю. Но только и исключительно после ядерки. Мне буквально приходится у Америки выпрашивать право сделать бомбочку. Ну ебать, это унижение. Буквально самый терпильный вариант её получения из четырёх. Сука, прямо буквально, буквально. Это, конечно, то, ради чего стоит терпеть. Но вообще терпеть не стоит. Но вообще никак нельзя было без вымаливания и плача в манжетку газдепу. Чё-то это как-то несуверенненькое. Не по-независимому. А как это США-то умудрились экономику проебать? Вы чё? Как это вообще? Сейчас наоборот такой период, когда у всех экономика растёт. Лохов нет. Из крупных, кроме Украины. У них всегда чё-то циферки нехорошие выходят. У Казахстана доходы в два раза превышают расходы. Это же умудриться, надо вообще так проебаться. А тут ещё по Израилю решил разведать обстановку. И так в чём проблема их разъебать? Они же бомжи. Да хоть прям сейчас можно. Это вообще самое простое из всего имеющегося. Смысл ждать только реально, чтобы ядеркой по ним хлопнуть. Хотя это вообще-то довольно знакомая история, когда мусульманчики считали, Ох, сейчас этих кошерных как под разъебом. А по итогу сами с радикально не целыми анусами оказывались. Даже представить себе сложно, как тут вообще можно обосраться. Да в смысле санкции? Я терпел, я к Америке подсасывался, чтобы санкций не было хотя бы. Да блядь! За что? За что, сука? Это пи***ц. Ну ладно, не пи***ц, но блядь. Пи***ц неприятно. Мы терпели, нас наебывали. Фу, слава богу, за счёт нефтянки можно дебафы снять. Но это тоже время займёт нормально так. Вообще, по идее, от таких мувов вся мировая экономика должна по пи***де пойти. Хотел военные заводы строить? Нет, нахуй. Теперь надо топливное хранилище. Мы вам пи***дим, харамным ещё всё это припомним. Ура! Ху***ц нас! О, пи***ц, мать! Ай, не жили нормально, нечего и начинать. Вот только всё хорошо, уже практически бимбу доделали, хоть и терпильно. Ожидаемо, но неприятно ожидаемо. Чё ж ты такой садабыч недостаточно беспощадный оказался-то? А, вот неопытный это да, есть такое. Эх, довались, братцы! Хазбекалийска, Катаивска и прочие там разные... Вместе эту заразу, надеюсь, быстро раздавим. И не таких ебли, как говорится. Жалко только, что быстро не получится подкинуть из-за Ирака, сука. Ай, ещё только рубить и рубить этот проход. Хм, хе-хе-хе-хе-хе. Секундочку. А ну-ка, если так и вот так. Вау! Мало того, что я ППшку скопил, так ещё более хорошие новости. Курдам! Да! И главное только, чтобы Сирии п***да быстрее не случилось. Эй, не страшно, сейчас туда Россия 9-20 танковых накидает и всё быстро нормализуется. И ничего, как падёт, так отпадёт. А, точно, так я же прямо через Ирак могу войска двигать. Вообще неплохо. Но всё равно надо по ним въехать. Но сначала по курдам. Ну да, эти альсусры, когда в одно рыло против осады воюют, ещё что-то могут. А не в одно, пффф, ни о чём. Пыта! Абсолютно не проблема. Эх, слуги западного капитала, не вовремя вы это решили вот так вот подскакнуть? У Башика появились свои, броу. А откуда ППшка? А не было её, секунду. Ай, похуй. Оправдываем войну против курдов. Хе-хе-хе. Знаете, Садамыч Кусейн много чего нехорошего делал. Но кое-что он делал и... Хорошее. Ой, а шо это тут турецкие дивизии-то забыли? О, ну тогда тут надо сначала котлить. Нам турецкие дивизии тут совершенно не нужны. А вот что нам нужно, это... Хе-хе. Хе-хе. Вот это. Хе-хе. Так, ну южных антибашаристов от Кончтевобили остались только северные. Блин, мешают только вот эти вот великие борцы с тиранией в Сирии международные, которые дают протесту нам у себя на территории вратироваться. Опа, опа. А вот и Ордания сейчас, да, вы... Обывается. Вы кого на свои территории пустили? О, турка. Ох ты, сука. Вот после того, как они мне турков не дали закотлить, я их точно расхуячу. Ай, как стало лучше жить, когда можно войны объявлять. Тем более нам савим не помешает расширить фронт с Израилем. Ох, гробы подорожают. А что, все? Ну уж слишком мягко получилось. Ничего, сейчас на курдах отыграемся. Ты уже отпыхнули. Все нормально. Не трясемся. Главное, чтобы еще какая-нибудь бяка неожиданно не заспавнилась. Хотя это Сирия, проходное поле, терра, осуждаю истов, блин. Мне написали, Иран сможет производить ядерные боеголовки. А как мне, блядь, производить ядерные боеголовки? Ммм. Я совершенно... А, производство ракет. Ммм, стержни бога. Звучит круто, но не то. О, вот. Вот. Вот оно, блядь, блядь. И что, производство... А, да ладно, надеюсь оно само как-нибудь там автоматически. Бля, ебать какая-то нахуй молекулярная физика ебал. Ядерный материал оружейного качества ноль. Сука, я у Китая. Че покупал-то по итогу, а? Батарейки урановые, компост плутоневый, че? Окей, давайте еще раз. В этот раз у России. Она и активнее в нашем регионе действует, и меньше шансов, что... Ну? То? Не то? Что? Может, сначала надо ядерную доктрину вкачать? Ну, тогда окей, вкачаем. А пока, раз такая хуйня, можно и... Ну, даже не знаю. Покачаем внутренние войска, потому что все остальное забирает ппшку. Да и политическая радикализация каждый месяц дебафы дает. Как бы у нас то же самое, что и у башарчика не случилось. И мне стабилочка еще нужна. Ихи-хи-хи. Нет, все-таки делаем ядерные ракеты. Ааа! Ну и че вы мне сделаете, кошерные? Ну давайте, давайте, рискните. Попукай мне тут. Этот парень был из тех, кто просто хотел видеть харамный мир в ядерном огне. И этот парень я. Ай, счастье полное подгузники, ребят. Курдам также плотнейший привет. Правда, к сожалению, не ядерный. Ничего, и просто так. Надеюсь, турки мне за это еще спасибо скажут. И Сирия, и Ирак, и вообще эта мелкая козюля, она вообще всех окружающих успела за***ть. Наконец-то перестанет. Ооо, кто-то совсем был не готов, да? Ну что это такое? Ну что это такое, ребята? Ну как вы так долго жили-то вообще? Исключительно на западные гранты. Просто разнос. Даже не стоило сюда ядерку пихать, потому что, а не, зачем? Одна ядерка, и от региона ничего бы не осталось. Биль его, эрбиль. А вот уже я и тут. И кому ж такую радость сучить? Независимую, что ли, оставить? Ну точно не обратно Ираку. Аа, сделаем марионеточкой. Какого хуя Масул Ираку отдали? Он-то тут каким боком? Слишком добрый кто-то оказался. Ну ладно, главное, коридор пробили. Ну вообще ладно, чуть-чуть обидно. Это тут единственный более-менее нормальный город. А теперь додашки и ордашки. А что так долго ждать-то? Триста сорок дней, год практически. На них и так даже фокуса не дали. Никакого вообще. Может их только ракетками и дронами доебать. Ну мы доебем, конечно, но это как-то слабенько. Въебать, въебать лучший выбор, как всегда. Пока есть время, поделаем ракет. Тем более нам есть уже, что на них навесить. И куда их отправить? Да, все-таки в Израиль полетит ядевка. Уга! Ну только если ПВО не спороцует и не разъебут еще на подходе. Что, кстати, довольно-таки вероятно. Ничего, мы много отправим. Все, они не собьют. Ну и раз уж с направлением определились, будем еще поддерживать Сирию. Этим ребятам нормально так досталось в последнее время. Эээ, а где мое влияние, сука? Ээ, сколько еще достанется-то? О, надо готовить. О, халальная бомба, давай! Это нам надо. Это нам очень надо. Это нам максимально надо. Ля, у наших спецподразделений, специально гоняющих всяких аборигенов по местным руинам, есть космические, нахуй, войска. И полезные космические войска. И дроны, не, ну это ладно, понятно. Вот тут Иран впереди планеты всей. Да и вообще, Сир какой-то на удивление очень полезный. Для творения добрых дел только так подходит. О, а вот и Орданию пришел срок наиболее радикальным способом принимать в наш союз. Приходите к нам, иначе мы придем к вам. Слава богу, тут никак ванилия накидывают по миллиону гарантий на всякие хозяевки, если только-только начать вообще шевелиться на международной арене. Но мировую напрягу сложно поднимать. Я буквально за пару лет подчинил себе практически весь Ближний Восток, не говоря уж о Ядихке, и всего лишь каких-то смешных 11%. Ну ничего, скоро станет побольше. Понятное дело, с Иорданией тоже ни о чем история. Абсолютно. Одной дивизии российских миротворцев хватит, чтобы их всех переб... Ты, блядь, издеваешься? Какие же дебильные новые мирные конференции-то, сука, шведы, мать вашу, блядь! Я его рот ебал. Как арабские эмираты получили провинцию, я их даже в войну не звал, я ни одной провинции не получаю, сука, я столицу брал и вообще все тут брал, тупизм, нахуй! О, господи, ничего не взял, а белиссимо, белиссимо, блядь, от сосиссимо. Верх разумизма. По этим новым мирным договорам Гитлер не должен был взять Польшу, потому что, о, слишком быстро взял, мало потерь, не хватает победных очков, блядь! На одну аллаховскую скриптовую магию только надежда. Ну, на широкую линию фронта с нешироким Израилем мы, в общем-то, вышли. Сектор газа еще есть, и я удивлен, что мы с ним ничего не мутим, потому что ИРЛ мутим и еще как! Даже больше, чем с какими-нибудь соситами. Да, там весь движ в основном, так называемый, за иранский счет. А ведь осталось-то совсем чуточку, совсем мало осталось. И с Израилем, и США, с которыми все равно, походу, придется воевать, потому что вот эта вот дура сверху нависает. И вот прям совсем не хочет из НАТО выходить. Ну, блядь, что-нибудь мы с этим обязательно придумаем. Смекалочки уже хватило на ядерную бомбу, думаю, на Эрдогана хватит. Но все равно из Ирака их, походу, только войной вытаскивать. В любом случае, сейчас еще 2% дерьма на мобилизацию возьмем. И немножко поделаем тракторов в Азербайджане. И на этом все, да, вот так. Да, большое получается прохождение, потому что делать слишком много чего приходится. Внутренне вообще практически не развиваюсь. Ну и не надо, и так хорошо, хуй с ним. Никакого тебе расширения метро, наши туннели-прокладчики в секторе газа дела делают. Вот зачем подавлять наркотрафик, если его можно подчинить? Какая глупость, столько бы денег себе на джигат заработали. Какие же бафы охуенные. Ну все, нет, времени нету, пора Израиль ядеркой хуярить. Но это все уже счастье в следующий раз, а ну а пока, пока, пока. Ой, чуть не забыл, ядерная доктрина, первый удар.